Друзья, всем привет! Новая серия на канале Авиамания. И мы приехали в село Кабардинку, в Старый парк. И сейчас Евгения покажет вам самые интересные места, которые обязательно нужно увидеть. Я рада приветствовать вас и вас в культурном центре Старый парк. Место, правда, удивительное. Я сейчас вас с ним познакомлю, все покажу и расскажу вам. Мы начинали наше путешествие. И одна из первых цивилизаций, воплощенная в Старом парке, Древний Египет. Если у вас есть линейка, можно все пропорции измерить, но они, правда, все соблюдены. Даже есть вход с той стороны, можно будет зайти внутрь. И там внутри, на стенах, в рельефах изображены стены жизни египтян. То есть во что они верили, как был устроен мир по их представлениям. Кто-то говорит, что она даже такая особая энергетика, так что можем ее проверить. Ну и заодно узнаем, на месте ли у нашего свинца нос. Он пережил майские праздники. Ну что, пойдемте в пирамиду? Да, пойдемте. Даже интересно. Ну, только после вас. Здесь можно, кстати, увидеть и мифы о створении мира. Вот богиня Нуут, богиня Неба, как мир создавался. И даже ладья, и разные египетские божества здесь представлены. Здесь можно увидеть и Анну Нубиса, и другие герои этой египетской мифологии. Да, наверное, помимо самих рисунков, еще и форма имеет большое значение. Ну, вообще, вот историки, архитекторы заметили, что все сооружения, которые носят религиозный характер, храмы, пирамиды и так далее, они все в своей форме стремятся вверх, устремленные к небу. Если так, с этой точки зрения, смотреть на храмы, на купола, на пирамиды, то они, правда, все к небу устремлены. И пирамида такой яркий тому пример. Один, кстати, из самых первых. Продолжаем наше путешествие. Следующий уголок Старого Парка воплощает в себя античность. Античность – это история и Древней Греции, и Римской империи, и всего того мира, куда дошла античная культура. Ведь до сих пор, вот даже сейчас, ее образы, образы, мифов, литературы, музыки, скульптуры, архитектуры, до сих пор они не постарели, и мы во всем видим античное наследие. Встречают нас перед ходом в храм, причем и к Зевсу пойдем. Нас встречает Афродита, богиня любви. И с другой стороны прекрасная Галатея, морская нимфа. Она собой символизирует спокойное синее море. То, что нужно, кстати, в курортный сезон. Да, именно. В центре восседает сам Зевс, верховный бог, храма Вержец. Давайте к нему зайдем в гости. Зевс, можно сказать, такая центральная точка храма, но он в себе соединяет и греческую историю, и римскую. С одной стороны, панно посвящено греческой истории. Сцены из Илиады, Ахиллес, Гектор, Одиссея. С другой стороны, римская сторона. Вот если мы посмотрим на эти фрагменты, зарисовки, то мы увидим, что изображаются разные сцены. И мирные сцены войны, потому что и древняя Греция воевала, и римская империя стала огромной за счет войн. И для нас, людей современных, когда мы заходим в храм Зевса, видим эти рисунки, по сути, это уже опыт прошлых поколений. И мы можем задуматься, почему тогда люди воевали. Потому что ведь и средневековье, и сейчас, к сожалению, войны происходят. И для древних современных это вот тот самый посыл, чтобы они посмотрели на то, что было раньше, и какой-то вывод сделали для себя. Зевс почитали и греки, и римляне, и другая римляне, они уже называли его Юпитером. Поэтому здесь и римская сторона, здесь и знаменитая воучица, которая по преданиям скормила Рому ЛРМ, основателя Рима, своим молоком. Здесь и сцены радости, и боя, и военные сцены. Но в то же время, сцена на то, что Римская империя, она очень много воевала, счет этого она росла в размерах, она выработала основу законодательства, основу гражданского права. Поэтому здесь те, кто знает латынь с пеленок, могут увидеть самые разные латинские изречения. Допустим, «Сальис попюли супремолекс», «Благо народа выше закон», или «Вокс попюли вокс де», «Глаз народа, глаз Божий». Истены, которым тысячи лет, они до сих пор в основе нашего права, но порой не все соблюдается. Но, как говорится, все только от нас зависит на самом деле. И вот эта фраза есть и здесь, только по-другому обречена. Но позади Зевса, если вы посмотрите, внимательно-внимательно наверх, вы увидите фразу, что «все из тебя истекает». С этими словами, с разными просьбами мы обращались к Зевсу. Но ответ таков, что «все из тебя истекает». На самом деле это самим людям посылает, что «все истекает только из нас». И мы строим сегодняшний день, и мы что-то после себя оставляем. Какое интересное место получается, что можно и полюбоваться красотой, еще и задуматься о том, как ты живешь. Правильно ли ты живешь. Туда ли ты идешь? Ну что, мы продолжаем наше путешествие. Я вас не зря сюда привела, потому что можно сказать, что именно отсюда начинался старый парк. Фондан, который мы видим, колонна, допить на виноградах. Это то первое, что здесь появилось. Когда человек к нам первый раз приходит в гости, как вы сегодня, он задается вопросом, почему вокруг столько разной архитектуры, столько разных стилей в одном месте. На самом деле все подчинено одной идее, что старый парк – это такая своеобразная аллея цивилизации, где архитектура помогает нам рассказать о том, о чем думали люди в древнем Египте, в античное время, в Средневековье, какие вопросы объединяли и волновали людей в разные эпохи и разных культурах. И все, что мы сегодня увидим, это воплощение идеи местного жителя Кабардинки, Александра Алексеева. Так что я вам хочу все точки показать и Египет, и античность, и Средневековье, и покорить и башни, и пирамиды, и увидеть музей, галереи, и даже в театр вас сегодня заведу. Путешествие обещает быть интересным. Евгения, а когда этот парк был создан, и как вообще пришла идея, вот эта концепция создания? Ну, вообще, если говорить о времени создания старого парка, то он создается на протяжении 19 лет. Но тут возникает вопрос, с чего начать саму идею старого парка, то ли с камня времени, у которого мы находимся, то ли с первых камней, с которыми работал наш архитектор Александр Иванович, высекая в них какие-то эмоции, чувства, состояния, то ли идея, когда человек просто изучает историю, культуру. Потому что сама идея старого парка, она, наверное, старая, как мир. Потому что здесь и природа, и архитектура, какие-то традиции передаются, вопросы войны и мира, любви, добродетели, они на самом деле вечны, как сам человек на этой планете. Поэтому официально, можно сказать, 19 лет, но по временным параметрам намного больше. Ведь не зря говорят, если ты хочешь что-то изменить, то это нужно начинать делать себя. И Александр Иванович начинал создавать старый парк со своего участка земли. Ну, по-простому, с огородов. В итоге и дорогу асфальтировали, прокладывали много всего, и появился культурный центр Старый парк. Конечно, это очень длинный путь, но теперь вы видите вокруг, сколько всего создается. Работа с камнем, бюсты, скульптуры, архитектурная мастерская, то есть все лавочки, фонтаны, беседки, детальные здания, все, что вы видите вокруг, это производство нашей архитектурной мастерской. Теперь, когда вы будете в разных уголках Геленджика отдыхать и работать, конечно, вы увидите то, что производится в нашей мастерской. Даже вот в Архиполосиповке, если вы были, там есть часовня, которая строила наша архитектурная мастерская. Она прямо на набережной находится. Так, 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 случайно не будет в Атросе? Где-то там. Поэтому теперь вы поймете, откуда же вся эта красота появляется в нашем городе. Это все архитектурная мастерская Старого Парта. Наше путешествие продолжается. Египет, античность, а здесь уже воплощена эпоха Средневековья. Но на самом деле людей волнует не столько история и архитектура, сколько обитателей этого самого пруда. У нас здесь очень много черепах, все любят их посчитать, кто-то пытается их покормить, но мы это делаем на самом деле. И живут эти черепахи в нашем пруду. И все обрамлено камнем. Здесь и башня, которую сможете покорить. Средневековье – это время, когда в Европе строили замки, укрепления. И вот у нас тоже есть такой пример фортификационного строительства. Очень хорошее слово для скороговорок. Так что представьте себе прекрасные дамы или рыцари, может каждый человек, который приходит к нам в Старый Парк. Но не только для развлечения это сделано. Средневековье – время, когда в жизни человека важное место религия занимало, христианство. И, конечно, говорил о том, а что есть в человеке, о грехах, о пороках. И у нас здесь есть еще средневековая беседка, я вам ее покажу. И там можно даже такой ритуал пройти и определить, какой у вас грех. Не боитесь? Боюсь немножко, но очень любопытно. Давайте попробуем. Смотрите, есть такой небольшой ритуал здесь у нас. Каждый гость, кто не побоится, должен зайти в беседку и загадать, какой у него грех. Грехов всего семь, снаружи в скульптурах воплощены такие образы наказания за них. Это гнев, гордыня, обжорство, зависть, уныние, жадность и блуд. Что может сделать каждый гость? Нужно зайти в беседку, загадать, какой же грех ваш, закрывайте глаза и шесть раз обкройте вокруг стола. Я вам все посчитаю. Я хоть и гуманитарий, но посчитаю. Шесть раз вокруг стола, а на седьмом, где захотите, может совесть заговорит, нужно остановиться, открыть глаза, повернуться и посмотреть, какая же скульптура вам в пролете попалась. Скульптура семь, а пролетов восемь. Поэтому шанс на светлое, чистое, на удачу есть. Так что можем попробовать. То есть получается, там, где я остановлюсь, такой грех у меня и есть, да? Да. На самом деле, в свече по чуть-чуть есть, на самом деле, но все-таки это для чего сделано? Ведь мы через игру всему учимся, на самом деле, с самого детства. И эта игра, она человеку помогает задуматься, что есть в нем. И порой человек, правда, в себе вот тот самый грех и открывает, еще выходит в шоке, говорит, да как же так? Я говорю, а вот так. Ну все, пойдемте, практически на исповедь. А теперь, где хотите, там останавливайся. Здесь гнев, а здесь гордыня. Где-то между гневом и гордыней. На самом деле, все по чуть-чуть можно сделать. Здесь у нас находится картина и галерея современного искусства. И очень важные слова, которые помогают настроиться, так сказать, на творческий лад, это слова Шопенгауэра. К произведениям искусства нужно относиться как к высочайшим особам, почтительно ждать, пока они с вами заговорят. Мудро. Не слышала эту фразу раньше. Она у нас и здесь представлена, и на фасаде здания. Картина-галерея сама по себе очень камерная, такая тихая, спокойная, всегда приятная музыка, скульптуры, картины. И все это работы художников, которые представляют разные года нашей страны. Это Ярославль, Москва, Геленджик, Новороссийск, Краснодар. Если вы видите яркие цвета, сама жизнь не поплачена, это работа Олега Рожкова, ярославского художника. Если вы видите прекрасных дам, в хорошем настроении, будь то пробежка, или девичник, то это Андрей Аверьянов. В запасниках нашей галереи очень много работ художников, и в будущем у нас, такой забегом вперед, у нас откроется Дом искусств, очень большое здание, где будут выставочные залы, и у нас будет возможность представить все то, что собирается годами. Причем создатель нашего старого парка, Александр Алексеев, считает, что нужно собирать работы художников всю жизнь, чтобы можно было весь творческий пучейка проследить. Поэтому работы самые разные, и здесь вы видите, ну так посмотришь, и откликается в тебе все это улыбкой, хорошими эмоциями, а что самое важное для человека, чтобы какой-то отклик был в душе от того, что он видит вокруг себя. На самом деле, очень жизненные картины все, очень какие-то близкие, то есть ничего такого сверхъестественного, космического. Жизнь обычных людей, таких же, как и мы, наверное, в этом и прелесть. Это, мне кажется, прям иллюстрация майских праздников. Рыбак и обнаженная, байка, речь, карасика поймал. У нас еще есть второй этаж в картинах галерии. Пойдемте туда, там работы, возможно, не такие яркие, но очень необычные и точно вас заинтересуют. Ну вот мы на втором этаже, и, конечно, разница по произведениям искусства чувствуется. А какие работы больше нравятся посетителям? Мне кажется, самые-самые разные. Разные? Да, кто-то ищет света, какого-то яркости, положительных эмоций. Но когда человек приходит сюда, здесь он не чувствует негатива, хотя кажется, что какие-то темные цвета использовал художник. Но здесь больше картины разговаривают с каждым. Здесь больше на чувства, на эмоции. Когда вот я лично эту выставку первый раз увидела, то у меня такое прям смятение в душе было. То есть ты понимаешь, что вот ты разглядываешь, смотришь, и ты не можешь объяснить чувства, которые ты испытываешь, но совершенно они тебя не оставляют равнодушными. И вот самое-то главное, мне кажется, в искусстве, правда, чтобы оно тебя как-то трогало, заинтересовало. Евгения, я слышала, что на территории культурного центра есть свой театр. Да, чем с большой буквы театр старого парка. Можем его посмотреть, сейчас увидеть, он открылся в 2017 году. И это знаковое событие для Кабардинки, мне кажется, да что там кажется, и для всего нашего Черноморского побережья, потому что театры открываются очень редко, а такие, так мне кажется, вообще большая редкость. Я даже уже сбилась со счета, но точно больше 200. Наш менеджер знает точно сколько спектаклей, концертов, мюзиков, детских постановок у нас прошло. Вчера был концерт, допустим, Орган и Дудук. Скоро будет концерт называется «Ты моя мелодия», люди услышат потрясающий бас Эдуарда Казаряна и Николая Миронова, он аккомпанирует ему на рояле. В общем, если будете в наших краях и прям попадете в тот самый день, то можно услышать потрясающие голоса и увидеть артистов со всей страны буквально здесь, на сцене театра Старого парка. А зайти внутрь у нас получится? Конечно, у меня же есть волшебный ключ. Очень красиво. Если кто-нибудь поющий, то можно даже оценить акустику. Не пояйте? Нет, к сожалению. Со всех сторон идет звук. То есть он летает, возвращается как бы со всех сторон мне лучше. Очи черные. Я еще тот певец. Класс. Вообще, прям ваш воздух дрожит. Представляешь, если здесь спел бы профессионал, это какое удовольствие получают зрители, когда здесь какой-нибудь там бритон, волос. Они его и получают, потому что здесь профессионалы спелят. Заряжаются просто зрители, заряжаются энергией, которая идет с этой сцены. Это чувствуется. Там даже если что-то даже говорить, все равно ощущение, что ты слышишь сам себя. Это расчеты, это копа. В общем, все соединяется и получается уникальная акустика. И причем, люди, когда к нам приходят, они даже слышно, как если кто-то шушукается, там, пакет. Кажется, что ничего не слышно, на самом деле, все слышно. Поэтому, конечно, хочется, чтобы все максимально погружались в атмосферу. Вот у нас уже идет приготовление к следующему концерту. Как раз таки уже рояль наше блюдо поставили сюда. На таком еще играли, на роялях этой фирмы играли и австрийские, и наши российские императоры. А теперь музыканты, которые к нам приезжают. очень такой прям камерный зал. У нас и сам зал потрясающий, и сделана атмосфера приятная, такая творческая, не только для зрителей, которые приходят к нам, но и для артистов. У нас там и костюмерные, и гримерные, и актерские. Сделано все тоже очень красиво, так, качественно, чтобы артисты, они прям, когда приходят к нам, говорят, от вас даже уезжать не хочется. Это прекрасно, значит, будет больше желающих. Чтобы очередь стояла за билетами и для выступлений. Но мне кажется, когда о вашем театре узнают все, то очередь за билетами у вас будет точно. Уже есть, вот на майские праздники не все могли попасть, расстраивались, мы сразу подписывайтесь на наш инстаграм, вот наш номер телефона, бронируйте заранее, для того, чтобы свой кусочек вот этого прекрасного урвать. Да, и мы, кстати, все ссылочки на инстаграм в том числе оставим в описании. Особое место в нашем культурном центре занимает православная часовня. Она освящена в честь Николаевича Дотворца. Он как раз покоритель путешественников и получается каждого человека, который к нему обращается. Старинные иконы намыльные веками, запах ладан, такая особая, тихая, спокойная атмосфера внутри. Проходя по Старому парку, видишь, как все меняется вокруг. Задумка как раз-таки представить разные эпохи, культуры, цивилизации, даже то, что друг другу когда-то противоречило. Здесь, в Старом парке, наших гостей это уголок Японии. Здесь точно человек учится уважать природу, созерцать всю эту красоту. Здесь самые разные растения и клёны, и бамбук, и сакуры, и сосна. И в центре стоит как раз-таки синтоистская часовня. Синтоизм, немножко экскурс в историю, да, в религию. Это народная религия японцев. Они верят, что все, что окружает человека, камень, река, вулкан, дерево, то есть это все божественное, но там есть своя душа камень. Поэтому японцы вот испокон веков очень бережно к своей природе относятся. И вот в центре нашего уголка как раз-таки синтоистская часовня, и она посвящена богу счастья, Эбису. Вот там источник с водой, ведь очередь стоит, почему-то, что все загадывают желания. Эбису считается покровителем труда, терпения и детей. Там вода чистая, там такая традиция, что нужно омыть руки, на ушко ему свое желание прошептать и по голове его погладить, чтобы он ваше желание исполнил. У гостей, правда, сбывалось. Всегда у всех наших гостей появляется место, которое им больше чем-то запомнилось. Но я открою секреты у сотрудников, есть любимые объекты в Старом Парке. Вот мое любимое место в Старом Парке это Дом Кавказа, который рассказывает нам об истории и побережья, и Краснодарского края, и всего Кавказа в целом. Кстати, вот мы зашли когда с вами в пирамиду, да, в рельефах все понятно, во что верили, кому поклонялись, хотя этой культуре тысячи лет. Но порой люди совсем не представляют себе, что было на Кавказе те же 200 лет назад. И чтобы вот эту историю представить, такую, какая она есть, самых разных сторон, у нас в Доме Кавказа даже архитектура соединяется. Вот средняя часть напоминает нам о доме, с левой стороны духовная архитектура, это Кавказская часовня, а справа боевая башня. Такие башни разных форм сохранились и в Осетии, и в Ингушетии, в Чечне их возрождают, такой настоящий символ Кавказа. Но самое важное, это то, что внутри, вот, я вас приглашаю в музей, где и окаменелости, и минералы, и быт, и оружие народов представлено, и даже есть своя музыка, там звучит дудук. Зашли мы с вами внутрь Дома Кавказа, и здесь, правда, целый мир для нас открывается. И очень важно, мне кажется, вот для восприятия, это то, что очень много экспонатов, которые здесь, они не за стеклом, и ты вот видишь реальную, чувствуешь реальную историю дух того времени. Сразу отмечу, что все, что есть в коллекции нашего Дома Кавказа, все это подлинники, это реальные исторические ценности. И если человек пойдет в музей, там, в край, или в каком-то городе, кровеческий, республиканский музей, то даже не везде такая коллекция найдется, как здесь, в Доме Кавказа. Любители окаменелости остаются здесь, и дальше не двигаются. Разные причудливые тревобиты, морские лилии, даже челюсть огромной рептилии Мазазавра здесь представлена. А кто-то любит камни, конечно же, девушки и женщины сейчас бегут рассматривать разные минералы. Самые яркие цвета это все, что создала природа. Здесь наши гости могут познакомиться с оружием разных стран, не только Кавказ, но и Турции, и Персии, и Европейские, какие-то клинки здесь увидеть. Здесь можно увидеть национальные одежды народов Кавказа, ковры, украшения всевозможные, очень много картин. Без них Дом Кавказа был бы неполным, именно на них можно увидеть и красоту природы, и национальные одежды, и героев разных времен здесь. В центре Дома Кавказа стоит очаг. Очаг это символ, потому что очаг в любой культуре это центр, сердце дома. Так и на Кавказе всегда было. Самое важное, чтобы его огонь никогда не гас. И, кстати, у нас хоть здесь и электрическая лампочка, но она правда никогда не гаснет. Даже ночью, когда все на сигнализациях, все, ночь в музее, а-ля, здесь всегда свет горит. И вот история, получается, самых древних времен, когда здесь еще даже Кавказа не было, она доведена шаг за шагом до Второй мировой войны. Вот здесь мальчишки оружие рассматривают, папы говорят, вот в пулемет Максим вода наливалась, чтобы охлаждать ствол. Женщины рассматривают украшения. В общем, каждый, кто заходит до Кавказа, он отсюда просто не хочет уходить. Я думаю, что вы сами видите, какая богатая, интересная коллекция здесь собрана. Очень большая концентрация вещей. То есть, хоть вроде как и не такое большое помещение, но по времени, наверное, здесь минут 40 можно провести точно. Минут 40 или лет 5, как я уже. Ну что, продолжаем наше путешествие? Да, и очень интересно, куда мы пойдем после Кавказа. Ну, Кавказ, это такие ворота между Западом и Востоком. Вот та часть Старого Парка, мы видели эпоху Средневековья, античность, это западная культура. Кавказ как ворота, и здесь открывается Восток. Вот то, что впереди нас или позади нас, да, все что-то свое напоминают. Кто-то говорит так, это Тадж-Махао, нет, это мечеть, это дворец. Но, по сути, вот все слова, которые люди начинают подбирать, они объединяются одним простым словом. Восток. Да. И перед нами дом Востока, который в себе соединяет и арабский, и персидский, и турецкий. Вот такой собирательный образ, настоящая сказка воплощенную форму. У нас там находится зал восточных культур, и мы можем познакомиться с предметами искусства Китая, Японии, Индии, Марокко, ковер-самолет, волшебные джины, скороходы. Все там. Все это там. Так что пойдемте. Добро пожаловать. Проходите. Пожалуйста. Обычно, когда гости наши заходят, хочется немножко остановиться и смотреться вокруг. Потому что ты сначала даже такое ощущение, что не понимаешь, куда ты попал. Если это дети, они сразу тянутся к воде. Вода – символ жизни. На Востоке к ним всегда очень бережно относились. Сейчас даже в нашем фонтане плавают камелии. А камелия – это японский цветок. Мы с вами под пристальным взглядом. Если посмотрим в ту сторону, то увидим настоящие доспехи самураев и самое знаменитое их оружие. Боевой меч Катана и нижний меч Танта. Каждый экспонат Дома Востока – это тоже все подлинное. Тоже собирается очень много лет. И все очень важное, ценное. Дом Востока, правда, целый мир внутри здесь представлен. И резная мебель японских, китайских мастеров. Можно увидеть скульптуры дверь индийских богов. Вот, допустим, Шива танцует «Танец вселенной». А здесь и Ганеша. Можно будет у него загадать желание, потереть ладошку. Считается, что Ганеша – он покровитель всех начинаний, разрешитель препятствий и преград. Так что, если что-то новое задумали, нужно к ним обязательно обратиться. Оружие стран Востока, и персидское, и турецкое, и разные кинжалы, сабли, клинки представлены. Восток славится своим золотым шитьем. И здесь и работа бухарских мастеров. Такой потрясающий ковер. Когда даже слегка темно в Доме Востока, видно, как он весь пылает золотом. И, конечно, можно увидеть национальные одежды. Любая девушка оценит по достоинству наряды восточных красавиц, которые здесь представлены. А наряд какой восточной красавицы? Это знатная бухарская невеста. Видите, у нас невеста в белом платье, а на Востоке яркие. Все-таки тона используются. Украшения с бирюзой, с первым утром. Очень часто использовали стекло цветное, но очень красивую огранку им давали. И порой нельзя было даже отличить от драгоценок это или нет. В Доме Востока есть своя музыка, свой аромат. Алина, если вдруг вы не сможете найти Анатолия, то знайте, что, наверное, он где-то в районе нашего акведука находится, потому что здесь обычно наши гости отдыхают в тени, в прохладе. Акведук раньше использовался для передачи воды еще тысячи лет назад на слове перепадов высот, арок и так далее. Сейчас здесь современные технологии, но как раз таки вода, которая здесь аккумулируется, она помогает поддерживать микроклимат в этой части старого парка. У нас более тысячи растений со всего мира собраны, и благодаря нашим садовникам, я, честно говоря, называю их феями, по-другому не скажешь, в старом парке всегда очень красиво, ухоженно, чисто, все цветет, благоухает. У нас в этом году цвело 50 видов тюльпанов. Что уж говорить про другое. Какая Голландия, какая Голландия, все в старый парк. Когда вы все посмотрите, я уверена, что какой-то угол старого парка вам больше всего понравится, и будете счастливы, довольны, выходить из старого парка, сразу не убегайте. Обязательно подойдите к камню с собой, который у нас находится на площади перед старым парком. Мы можем очень много рассказывать об истории, о культуре, об архитектуре, но самое важное, наверное, это то, чем можно все это объединить. На камне, который там, на площади находится, есть Слава Антона Павловича Чехова. Если бы каждый человек на своем кулачке земли сделал все, что он может, то как прекрасно была бы земля наша. Это девиз старого парка и каждого нашего дня здесь. Так что я рада, что сегодня вы здесь у нас с весной, с праздниками, с хорошим настроением. И рада вас пригласить вновь к нам в гости и всех, наверное, гостей, которые увидят ваш ролик, вашу передачу, потому что, правда, старый парк для каждого открывается по-своему, поэтому жду вас снова и вас тоже. Спасибо, Евгения, за приглашение. И, друзья, обязательно, когда будете прилетать в Краснодар или в Геленджик, или в Анапу, передавайте, да, обязательно найдите Евгению, передайте, и я от канала Авиамания. Привет! Спасибо! До новых встреч! Спасибо вам, Евгения! Спасибо большое! Друзья, на этом мы с вами прощаемся, увидимся, как всегда, в следующих видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а мы полетели для вас делать годный контент. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok